Всем привет! В прошлом уроке мы выяснили, что to be может иметь модальную функцию, если он является частью конструкции be, to, плюс, инфинитив. Сегодня продолжим разбираться, в каких случаях мы будем использовать данную конструкцию. Напомню, что конструкция be, to, плюс, инфинитив может использоваться в формах настоящего и прошедшего времени. To be будет изменяться в зависимости от лиц и чисел. Но после него неизменно будет идти частица to, плюс, инфинитив. Разберем, в каких случаях используем be, to, плюс, инфинитив. Начнем с того, что be, to, плюс, инфинитив может использоваться для выражения приказа или строгого запрета распоряжений, команд или инструкций. Вы должны держать комнату в чистоте. Здесь мы слышим приказ. Она может пойти на вечеринку, но ей нельзя поздно возвращаться домой. В этом примере строгий запрет. Это были примеры того, как мы используем инфинитив для приказов, запретов и распоряжений. А теперь рассмотрим примеры с объявлениями и инструкциями. Скамейки из раздевалок не выносить. Лекарство нужно принимать три раза в день. Не удивляйтесь, если вы видите сокращенную форму на упаковке лекарства, где будет просто написано При сокращении смысл останется тем же. Обратите внимание, что в объявлениях и инструкциях после be, to, обычно используется инфинитив страдательного залога. Двигаемся дальше. Конструкция be, to, и плюс инфинитив также используется, когда мы говорим о неизбежности, предопределенности действия, как в будущем, так и в прошлом. На русский язык может переводиться как суждено или предстоит. Я уверена, нам суждено еще встретиться. В то время я не знала, что ему предстоит стать моим мужем. В примерах мы говорим о предопределенных действиях, как в настоящем, так и в прошлом. А теперь практика. Рассмотрим ситуацию, где в каждом предложении у нас встретится be, to, и плюс инфинитив. Представьте тренера, который дает наставление своей команде перед игрой. Команда, вы должны быть собранными и выложиться на 100% во время игры. Гордон, тебе нельзя халтурить в этот раз. Эта игра наш шанс попасть на Олимпийские игры. Я уверен, нам суждено стать командой столетия. А сейчас я буду показывать эти предложения по одному. К каждому предложению будут идти три варианта ответа, почему мы в них используем be, to, и плюс инфинитив. Ставьте видео на паузу и выбирайте правильный ответ. Первый пример. Вариант А. Строгий запрет. Б. Приказ или команда. И В. Предопределенное действие. Второй пример. Выбирайте А. Строгий запрет. Или Б. Приказ или команда. Или В. Предопределенное действие. И, наконец, третий пример. Здесь тоже либо А. Строгий запрет. Б. Приказ или команда. Или В. Предопределенное действие. Надеюсь, вы все выбрали. А теперь проверяем ответы. В первом предложении, you are to be focused, мы используем be, to, и плюс инфинитив, чтобы выразить команду. Во втором, you are not so slack off this time. Строгий запрет. А в предложении, I'm sure we are to become the team of this century, подразумеваем действие, которому суждено случиться. Ну как? Справились? Жду ваших комментариев под видео. Итак, подведем итог. Конструкция be, to, и плюс инфинитив используется для выражения приказов, запретов и инструкций. А также, когда мы говорим о действиях, которым суждено случиться. Ну и напоследок, небольшой бонус. Хочу поделиться с вами часто употребимыми фразами с be, to, с которыми вы наверняка встречались. What am I to do? Что же мне делать? Как мне быть? Who is to blame? Кто же виноват? Who is to begin? Кто начинает? На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до следующего урока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok